Существует у нас в Свердловской области замечательная традиция посвящать каждый год памяти человека или события, который оставил яркий след в истории Урала и стал важной вехой в судьбах людей. Нынешний год не исключение. Он объявлен годом Уральского добровольческого танкового корпуса. Ровно 80 лет назад, в марте 1943-го, жителями трех уральских областей – Свердловской, Челябинской и Молотовской, это сейчас Пермский край, было создано воинское соединение, аналогов которого в мировой практике не существует. А в чем заключается легендарность и уникальность Уральского добровольческого корпуса? Об этом мы и предлагаем поговорить. Приглашаем вас в Музей истории и археологии Урала, где развернута экспозиция под названием «Урал в фронт». А для начала давайте вспомним, что представляла собой Свердловская область в годы Великой Отечественной. В каких условиях жили и работали уральцы, и это позволит нам понять, в какую цену стало создание танкового соединения такого масштаба. Урал – это глубокий тыл. Здесь нет воздушных тревог и арт-обстрелов, но обстановка здесь абсолютно военная. Жизнь подчинена одной цели – обеспечить фронт всем необходимым – оружием, обмундированием, хлебом. Урал стал гигантской оружейной мастерской, где производилось все – от танков и самолетов, до снарядов и валенок, без которых зимой тоже не навоюешь. На Средний Урал из Европейской части Советского Союза было эвакуировано 1541 предприятие. И 600 заводов затем так у нас и остались. Тот же, например, Ирбитский мотоциклетный. Производство в большинстве случаев разворачивали прямо с колес. Станки и оборудование устанавливали практически под открытым небом и спали зачастую прямо у станков. Ушедших на фронт мужчин заменяли женщины, старики и подростки. Подростки в цехах – эпичная картина военного времени. И многие ребятишки добавляли себе возраст, чтобы встать к станку и получать рабочую продуктовую карточку. Голодные зимы 1941-1942 годов долго останутся в народной памяти. И выживали как могли. На Уралмаше, например, для детских садов заготавливали щавели и крапиву, а в Сверловске вообще каждый клочок земли использовался под огороды. Даже на газонах на проспекте Ленина выращивали картошку и свеклу. Военный хлеб доставался нелегко и обильно был полит потом. Горьким он был, этот хлеб, тяжелейшим трудом доставался. Не устаешь удивляться изобретательности нашего человека. Вот этот автомобиль полностью деревянный, за исключением, разумеется, двигателя. Он изготовлен мастером-самоучкой Дмитрием Питуниным из Верхней Туры. Развивал скорость 10 км в час и мог перевозить свыше 300 кг грузов. Такая вот самоделка плотноходчивости и таланта уральского механика-самоучки здорово выручала. Лошадей на селе не хватало катастрофически. Практически все лошадиное поголовье забирал в фронт. Урал не только кормил и вооружал нашу армию. Урал в годы войны – это один огромный гигантский госпиталь, который спас сотни тысяч жизней. Ну, вот такой вот деревянный протез нижних конечностей. Это яркая характерная примета военных лет и первых послевоенных годов. В Свердловской области действовало 200 эвакогоспиталей, где были спасены жизни сотен тысяч бойцов, многие из которых вернулись в строй. Уральские медики разработали новые методы лечения огнестрельных ран и сложных переломов. У нас был синтезирован и налажен выпуск новых лекарств – сульфидина, например. Еще одна примета войны – острая нехватка жилья. В Свердловскую область было эвакуировано более 380 тысяч человек. И в том же Свердловске население одномоментно выросло аж в полтора раза. Под жилье использовался каждый пригодный для этого угол. И термин «уплотнение» был знаком каждому сверловчанину, да и не только ему. Жили в тесноте, в проголоде, но очень дружно. Делились радостями и горестями. И зачастую последним куском хлеба. В буквальном смысле этого слова. Кстати, в Свердловск эвакуировали не только людей, но и собак. Элитное поголовье производителей, которые представляли служебные и охотничьи породы. И каждому такому элитному производителю полагался специальный паёк. 16 килограммов крупы в месяц. В таких условиях жили втылговоуральцы, отдавая все силы для достижения скорейшей победы над врагом. И можно ли было ожидать от людей чего-то сверх уже того, что они делали? Это уже на грани чуда. Но идея создания танкового соединения силами жителей всего Урала стала быстро обрастать реальными снарядами, танками и другой необходимой корпусу техникой. Самое горячее участие в создании корпуса приняли практически все уральцы. От пионера до пенсионера. Школьники собирали металлолом. Рабочие оставались сверхурочно в своих цехах. Люди несли деньги. И на эти народные деньги у государства было закуплено все необходимое для корпуса. Начиная от стрелкового оружия и обмундирования, заканчивая походными кухнями и солдатскими котелками. В кратчайшие сроки только в Свердловской области было собрано 58 миллионов рублей. И многие историки называют создание корпуса культурным феноменом. Настолько искренним был этот порыв. Подробнее об истории создания корпуса, о боевом пути уральских танкистов-добровольцев нам рассказывает историк, заведующий отделом Музея истории и археологии Урала Александр Проленко. Уральский добровольческий танковый корпус – это добровольческое соединение, созданное силами в основном четырех крупных уральских предприятий. Это Челябинский тракторный завод, Уралмаш завод, Уралвагонзвозавод и Пермский Матвирихинский завод. В 1942 году возникла идея у политической организации этих заводов на базе рабочих заводов за счет их добровольных пожертвований, за счет сверхурочного труда, то есть труда сверх плана, сформировать танковый корпус, который будет укомплектован добровольцами из рабочих уральских предприятий и отправиться после комплектования на фронт. Формирование корпуса и набор личного состава прошли в кратчайшие сроки. Даже для того сурового времени их смело можно считать рекордными. В январе 1943-го был объявлен набор добровольцев. И за рекордно короткий срок было подано свыше 110 тысяч заявлений. Это в 12 раз больше, чем требовалось. И естественно, каждый кандидат, каждый доброволец проходил самый жесточайший отбор. В результате на фронт отправилось 9 660 человек. Из них только 550 имели боевой опыт. Каждый боец корпуса приносил клятву. И наряду с личным стрелковым оружием получал вот такой вот нож-финку с черной рукой-лядкой. Это его копия, потому что самых ножей осталось очень мало. Ну, то есть после войны их не особо берегили, не особо хранили. Поэтому до наших дней дошло именно ножи у ДТК. То есть членов у ДТК дошло не так много. Это реплика, реплики начали готовить для музеев лета в 70-80-е годы. Вот как раз это одна из таких вещей. Но во всяком случае мы можем сделать, иметь какое-то представление, как выглядел легендарный черный нож. Возглавил корпус генерал-лейтенант Георгий Родин, воевавший с первых дней войны. На этой фотографии он слева. Это вещи, собственно, первого командира ДТК генерала Родина. Это прославленный советский танкист. В 41-м году он был очень тяжело ранен. И, собственно, направлен в тыл для обучения будущих танкистов. Но, пожалуй, вернуться в строй. И, собственно, первый момент формирования у ДТК и первые бои у ДТК он командовал. То есть это тяжелейшие бои 43-го года. Да, да, да. Потом его перебросили на другие участки фронта. Но вот в первые бои как раз генерал Родин руководил уральским довороческим танковым корпусом. Это подлинный комбинезон танкиста корпуса, сшит ворамили. Правда, за время хранения он заметно сел. И сегодня его мог носить разве что подросток. К июлю 1943-го на вооружении уральских танкистов-добровольцев стояло 208 танков Т-34, 7 легких танков Т-70. Они использовались в основном для разведки. Артиллерийские орудия, «Катюши», мотоциклетный батальон. И это говорит о том, что корпус обладал огромной ударной, огромной пробивной силой. Танк Т-34-76. Надежен, ремонтопригоден и обладает отличной маневренностью. Но вот по части комфорта, прямо скажем, 34-ка не блистала. Тесновато. Еще одна деталь. Командир танка был еще и наводчиком. А вести огонь и оценивать обстановку на поле боя – это чрезвычайно сложно. Был у этой машины еще один недостаток. Связь. Танковая рация. Важный инструмент – ведение боя. Каждый танк был оснащен рацией. Да, у Советского Союза были очень большие проблемы с рацией, со связью с радиокомплектующими. То есть когда-то, до революции, Россия была одним из пионеров по числу патентов, по числу открытых производств Российской империи в радиотехнике. Но большевиков с этим дело не заладилось. Большая часть специалистов эмигрировала из страны. И вплоть до 60-х годов Советский Союз критически зависел от поставок из-за рубежа радиоламп и других специальных деталей комплектующих. В эту войну остро ощущался дефицит радиокомплектующих, несмотря на то, что в том числе здесь, в Урале, были развернуты новые производства, эвакуированные производства. Ну, производства, которые были эвакуированы из Запада, все равно раций не хватало. Да, и, собственно, есть воспоминания даже Гудериану, да, который, собственно, немецкий генерал, который, собственно, тестировал трофейный Т-34. Он говорит, что это прекрасный танк, великолепный танк, только не понимая, где здесь рация. Да, рации не было, потому что, действительно, не на все советские танки старались, ну, ставили рации, но ближе к концу войны эта проблема в целом уже была решена. И большинство танков рациями оснащались, но в начале войны, вплоть до ГТ-44 года, да, эта проблема стояла достаточно... Но стояли только рации на танков у командиров рот? На фронт танкистов-добровольцев проводили 9 мая 1943-го. Есть в этой дате особая символика. А через два месяца корпус принял участие в одном из самых страшных и кровавых сражений Великой Отечественной. Свой боевой путь корпус начал на Курской дуге. И первый бой уральские танкисты-добровольцы приняли у села Борилово, это Орловская область. По своему накалу боевое крещение получилось чудовищно страшным. Но это испытание уральские танкисты выдержали с честью. О танковом сражении под Прохоровкой знают все. О битве у Борилова в основном историки. Хотя эта битва по масштабу и значению ничем не уступала Прохоровскому сражению. С обеих сторон под Борилово сошлось 1362 единицы бронетехники. Потери корпус понес огромное. К концу августа 1943-го в строю оставалось всего лишь 93 танка. Эти вещи и фото с Курской дуги. Но танковый корпус это не только танки. Это еще и минометчики, противотанкисты, мотоциклисты, ну и пехота разумеется. Как без нее? Танкам была передана отряда автоматчиков, да, один из которых, собственно, был известный уральский писатель Очеретин. Очень известный уральский писатель, да, он как раз ветеран УДТК, и, собственно, он начинал как автоматчик УДТК. Еще один известный, тоже переданный в автоматчике УДТК, был герой Советского Союза из Мухамедов, да, который, собственно, был стрелком из противотанкового ружья, да, собственно, свою медаль, да, в ордене Героя Советского Союза получила то, что из этого самого противотанкового ружья в боях в Львове он смог уничтожить два танка противника. Кроме автоматчика Очеретина, будущего известного журналиста и писателя, не одну сотню боевых километров прошел с корпусом военкор Борис Рябинин. Военный корреспондент газеты «Известия» Рябинин оставил многочисленные свидетельства беспримерного мужества уральских добровольцев. О ратном труде наших танкистов говорят такие цифры. 12 уральцев стали танковыми асами, каждый из которых уничтожил более 20 вражеских бронемашин, включая «Хваленые тигры», «Пантеры» и самоходки «Фердинанд». О гвардии лейтенант Михаил Кученков уничтожил 32 танка и вошел в число лучших наших танкистов времен Великой Отечественной. В земляке о подвигах танкистов-добровольцев никогда не забывайте. Этот монумент, символ единения фронта и тыла, был открыт при большом стечении народа в феврале 1962 года. Это один из основных, главных монументов уральской столицы. Его еще называют «Уварежки» или «Подварежкой». Авторы памятника – наши уральские скульпторы Владимир Друзин и Петр Сажин. Кстати, обратите внимание на фигуру танкиста. Ее Петр Сажин ваял с себя. Под этой плитой хранится земля, политая кровью уральцев. Она привезена с тех мест, где уральский добровольческий танковый корпус убил врага. Вчерашние студенты, рабочие, инженеры, сменив рабочие спецовки на танковые комбинезоны, сломали хребет гитлеровской танковой армаде под Курском и взяли Берлин. Многим из этих мальчишек в мае 45-го исполнилось всего 25 лет. Их молодость пришлась на страшные годы войны. Другой у них просто не было. За победу они заплатили цену, которую мы, ныне живущие, представить себе не можем. Наша обязанность – помнить об их подвиге. Редактор субтитров А.Семкин